В таежной глубинке, в сельской местности возрождается благочестие, возрождается вера и строятся замечательные храмы. Поэтому стоит школа, не надо ее рушить, надо наоборот ее укреплять, чтобы у нас было хорошее воспитание. На нас строятся, возрождаются семьи. Вот стоит отец Владимир, у него 12 детей и 17 внуков. У отца Анатолия тоже четверо детей. То есть у нас в церкви у батюшку всех по 5-10 детей. Это очень важно. Мы даем пример, как надо жить и рождать детей. Поэтому надо возрождать землю русскую. Идет война, на нас 52 страны напали, но мы с Богом и Бог с нами. Поэтому если мы не будем с Богом, то мы проиграем. А если мы возвратимся к нашим традициям, к нашим истокам, вспомним, что у нас покровом является Матерь Божия. Сегодня покров Божией Матери над Россией мы празднуем. И сам Господь нам Отец, то мы никогда не проиграем. Всегда Бог нам поможет. А если мы забываем про Бога, забываем, кто наша настоящая духовная Матерь. Наша Матерь кто, братья и сестры? Как вы? Матерь Божия. И Матерь нам Церковь. Поэтому возрождаются Церкви, возрождается наша духовность, наши традиции, наши корни. Мы к ним, к истокам возвращаемся. И если мы это сделаем и будем потихоньку возвращаться к нашим духовным, нравственным традициям, то мы будем непобедимы, как это было тысячи лет. Поэтому Россия всегда светила миром. Русский воин, это воин-освободитель не только нашей Родины от врагов, но и всех народов от всякого фашизма, видимого и невидимого. Поэтому очень радостно, что у вас замечательный глава, замечательные помощники у него. И он тоже верующий человек, как и наш президент, и наш губернатор. Поэтому я думаю, вот эти добрые примеры для нас, чтобы идти правильным путем. Поэтому всех вас поздравляю и желаю, чтобы храм побыстрее возродился, наполнился людьми. И возродилась наша Чугуевка замечательная. Всем у вас Божие благословения и Божьей помощи. Спасибо, Господи. Давайте благословлю нашего главу. Дорогой Владыка, уважаемый батюшка, дорогие отцы, священники, уважаемый Руслан Викторович, дорогие гости, уважаемые жители, уважаемые гости нашего дорогого нам сердца села. Ну, знаете, сегодня, друзья мои, вот еще у нас гости приехали. Прям вовремя. Друзья мои, сегодня, правда, праздничный день. Сегодня все так сошлось. Все в этот праздничный день, в этот праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня, опять же, так случилось. Сегодня и день моего небесного покровителя, Романа Сладкопьевца. Слава Богу за все. Знаете, большая благодарность, конечно, Руслану Викторовичу, потому что, если бы не его усилия, собственно говоря, если бы не его воля, его желание, его вот такое вот, просто сказал, да ладно, давай сделаем, да и все. Я обратился, я говорю, Руслан Викторович, ну, пять с половиной лет уже храм простаивает, уже потекли мы там все и все прочее. Он говорит, ну, что простаивать, давай возьмем, да сделаем. И вот буквально вы все были тому свидетелями. Прошло не больше, там, двух с половиной, мы сейчас ехали, обсуждали, наверное, около трех месяцев. И вот мы видим эту красоту. Действительно получилось очень красиво. Все об этом говорят, нам самим все это нравится. Мы ходим каждый день вокруг него, тут облизываемся. И благодарим Бога за то, что у нас теперь есть этот храм. Я убежден, что мы за зиму, мы наметили план, продолжим работу. И я не убежден. С Божьей помощью, Божьей милостью, с помощью Иеруслана Викторовича. И надеюсь, что каждого из нас здесь стоящих, каждый может нести какую-то лепту для того, чтобы ровно через год в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы собрались уже здесь на полноценную службу. И тогда Владыка со священством ее, наверное, проведут и будет всем нам счастье. Всем спасибо огромное. С праздником еще раз всех. И я надеюсь, что важно начинать ходить в новый дом, в новый храм, не с пустыми руками. Мы приготовили вот такой подарок. Я хотел бы, чтобы будущий настоятель принял его искренне, с чистым сердцем. Это Покров, Божьи Матери. Принимайте, пожалуйста. Я сейчас не должен сказать. Подарок будет находиться в новом храме и будет служить в дуги лета. Вообще, два слова от себя лично. Я хочу сказать одно, что вера, наверное, это то, что может работать во благо и во зло. Я верю в Бога искренне. Я верю в то, что мы делаем благие дела. И с Божьей помощью мы можем создавать, как вот сейчас мы говорили, да, очень быстро. И возводить храмы, и ставить перед собой амбициозные задачи, и их реализовывать. Хотел бы, чтобы вера оставалась главным двигателем у каждого в душе. Чтобы мы верили в семью, верили в нашего президента, верили в то, что у нас все будет хорошо. С Божьей помощью прорвемся. Всех с праздником. Еще раз поздравляю. Ваше Преосвященство, дорогие. Дорогие Роман Юрьевич и Руслан Викторович, я от всего сердца поздравляю с праздником. Праздник на самом деле великий и очень почитаемый по крови Божьей Матери.